Были в моей биографии несколько лет, которые я провел на Крайнем Севере И там говорили, что не мерзнет не тот, кто закаленный, а тот, кто тепло одевается Так вот, если перефразировать на тему зимнего бега, я бы сказал, что не мерзнет тот, кто правильно одевается и обувается А теперь давайте переместимся в студию спортмарафона, где нас уже поджидает топ-10 одежды и аксессуаров, которые мы подобрали из ассортимента нашего магазина Там я постараюсь коротко, но максимально подробно обо всем рассказать Начнем с того, что у бегунов принято называть ветровка Почему я выбрал именно эту куртку от бренда Асикс? Да потому что уже несколько зим подряд практикую бегать в подобных изделиях из ткани Softshell Чем она так хороша эта ткань? Прежде всего тем, что она классно удерживает ваше тепло, прекрасно защищает от ветра и прочих внешних неусловий Да и влагоотведение у нее на очень приличном уровне Ветровки из Softshell бывают различной толщины, но в любом случае они гораздо плотнее обычной ветрозащитной куртки И при этом совершенно не сковывает движений, потому как в Softshell есть ткань очень эластичная Впрочем, название ее так и переводится – мягкая оболочка Так как куртка не продувается ветром, то если вы по какой-то причине ненадолго прервали бег, она не даст вам моментально замерзнуть Немаловажно и то, что эту куртку можно ежедневно стирать на спортивном режиме, и она при этом совершенно не теряет своих свойств и внешнего вида Это тоже из личного опыта Куртка будет жить в вашем беговом гардеробе ровно столько, пока окончательно не надоест, и вам не захочется чего-нибудь новенького Бегать в таких куртках можно начиная с осенних холодов и до весеннего потепления Ну и чтобы одной курткой не ограничиваться, покажу еще одно изделие, тоже от Asics Это уже совсем иной вариант, она не из Softshell, а из ламинированной ветра и влагозащитной ткани Но! Главный ее секрет внутри Здесь расположена специальная подкладка для тех, кто любит потеплее Подкладка идет не по всей куртке, а только в верхней ее части, и на груди, и на спине Топ-2 нашего сегодняшнего обзора – теплая кофта или флиска Она идет сразу же под ветровкой, может быть, различной плотности Все зависит от того, насколько вы любите тепло, с какой скоростью собираетесь бегать И какой силы мороз стоит ожидать зимой в ваших краях Флиски, по большей части, также из эластичного материала Поэтому покупать их можно прямо по фигуре, стеснять движения точно не будут Понятно, что в беговых кофтах применяются специальные технологичные материалы Которые обладают влагоотводящими свойствами Хорошо, когда есть воротник, который дает более высокую степень комфорта Но вообще, крой, цвет, плотность ткани – это ваш личный выбор Тем более, что выбор в спортмарафоне есть из чего Идем дальше, к третьему внутреннему слою Я сейчас в футболке X-Bionic Хотя термин «футболка» не раскрывает всего характера этого очень высокотехнологичного термобелья Она работает по принципу второй кожи, полностью повторяя изгибы тела Но при этом совершенно не мешая и не сдавливая Очень комфортное, плотное и ненавязчивое облегание с явной поддержкой Во время движения футболка действует как сложный, но очень слаженный механизм Отводится и перераспределяется влага Определенным образом циркулирует воздух И поддерживается оптимальная температура в тех частях тела, где недопустим перегрев или переохлаждение Ощутима поддержка в локтевых суставах, которые во время бега находятся в полусогнутом состоянии Реально помогая бежать Это самый легкий представитель подобных беговых футболок X-Bionic Я сам бегаю в такой и никаких нареканий просто придумать не могу Для тех же, кто любит потеплее, в спортмарафоне широкий выбор термобелья и этого бренда и целого ряда других Идем ниже, тайцы Я взял их из той же серии зимней беговой одежды, что и ветровка, которая была в самом начале нашего обзора Очень удобные изделия, эластичные, внутри теплый ворс Светоотражающие элементы, молния для удобства переодевания Что еще сказать про тайцев? Проще их надеть и побежать Скажу лишь то, что в нашем магазине много тайцев, хороших и разных Вот, например, представитель бренда Salomon Они с ветрозащитной вставкой Gore-Tex Infinium Windstopper Да еще обработаны водоотталкивающей пропиткой При всем этом полностью сохранена свобода движений На которые никак не повлияла технологичная ветро- и влагозащитная броня Но, как известно, не все любят обтягивающие тайцы Что делает Тим? Как что? Просто попросить в спортмарафоне вот эти штаны от фирмы Nike Они сшиты из влагоотводящего флиса и имеют свободный крой Получилось и тепло, и не в обтяжку То есть по вашему вкусу Ну а когда совсем холодно и одного слоя мало Тогда пришла пора воспользоваться возможностями второго, нижнего Который надевается по тайце или брюки Для примера я взял термобелье X-Bionic из той же серии Energizer 4.0 Свойства этих не поворачивается изыскать кальсон Аналогично той футболке, про которую я рассказывал чуть раньше И так же, как и раньше, вновь повторяю В спортмарафоне широчайший выбор термобелья Разной степени теплозащиты и от разных брендов А давайте немного отличаемся от одежды и перейдем к аксессуарам Немаловажной, а очень важной частью зимней экипировки является фонарь Как известно, зимой день гораздо короче летнего, утром еще темно, вечером уже Как бегать? Да очень просто Выбираем правильный фонарь и бежим когда и куда нужно, совершенно не задумываясь о наличии или отсутствии наружного освещения Не буду влезать в тему глубоко, просто покажу вам два фонаря принципиально различной конструкции Точнее, разной развесовки Оба они одной фирмы, LED Lenser Про них тоже могу сказать, что имею личный опыт общения, причем уже не первый сезон Теперь о разнице Если у этого фонаря элементы питания расположены в передней части, то у этого на затылке То есть, при выборе своего осветительного прибора исходите из личного удобства Не забывая при этом и про технические данные Смотрим на световую мощность, время работы на одном заряде аккумулятора и возможность фокусировки луча Ну и элемент питания, он тоже важен Сами прикидывайте, что вам больше подойдет, батарейки, аккумулятор или гибридный вариант Например, этот фонарь с гибридной схемой То есть, продается с аккумулятором, но его можно вынуть и поставить батарейки А вот этот его собрат укомплектован аккумулятором, который вынуть из корпуса уже нельзя В общем, в спортмарафоне всегда есть разноплановые изделия от 5-6 фонарных брендов Каждый из которых имеет какую-то свою отличительную черту С выбором при таком ассортименте определиться сложновато, но можно Надо просто хотя бы примерно знать свои требования к осветительному прибору Еще один важный аксессуар – очки Это прежде всего защита ваших глаз И от ультрафиолета, и от механического воздействия Время года, естественно, накладывает свой отпечаток на выбор Это и от длительности светового дня Но у меня есть несколько вариантов, которые точно в зимнем топе Начнем с простого Если вы предполагаете, что большинство ваших тренировок будет проходить в темное время суток То не ошибетесь, купив вот эти или им подобные очки с прозрачными линзами То есть с категорией светофильтра S0 Зачем нужны очки, если они прозрачные? Это элемент защиты от сильного ветра, снега и от веток, кстати, тоже, если вы по лесопарку бегаете А ближе к лету или для солнечной погоды, когда снег реально слепит Можно купить сменные линзы с нужным вам светофильтром и просто их поменять Ну а второй вариант более гибкий Это фотохромные очки, то есть изменяющие степень затемнения линзы в зависимости от освещения Они тоже есть в спортмарафоне от различных брендов с различным цветом линз и степенью затемнения Ну и по форме, конечно же, разные Шапка. Куда же без нее? Здесь вы можете разгуляться, выбирая по дизайну степень теплозащиты, ветрозащиты и погоде Шапки не просто разные, они совсем разные И я не только о цвете и стоимости Начнем с кепки Она ветрозащитная, влагонепроницаема и с регулируемым козырьком Кепка очень удобна, если вы бежите под снегопадом Козырек защищает те же самые очки, например А в очень сильный мороз под нее можно надеть тонкую шапку и холода не будет точно Хотите побольше оригинальности и запоминающегося образа? Тогда вам точно подойдет вот эта топовая модель Кроме внешних данных, у нее богатое внутреннее содержание, в смысле тепла В общем, шапок у нас много и разных, приходите, выбирайте, лучше парочку под разную погоду Удобная вещь для зимы, бандана, или как мы привыкли говорить, баф Это и шарф, и шапка, и балаклава, очень универсальное изделие Есть банданы различных расцветок, разной степени плотности, есть и чисто зимние варианты Без перчаток зимой ну просто никак не обойтись, поэтому девятый пункт нашего обзора про них Я взял один из вариантов фирмы Solomon Они эластичные, с износостойкими вставками там где-то нужно И есть у них вот такая спрятанная до поры до времени деталь Если стало совсем холодно или подул сильный встречный ветер, ваши перчатки легко превращаются в беговые варежки Выбор перчаток тоже индивидуален, все зависит от того, насколько сильно у вас мерзнут руки Опыт показывает, что перчаток лучше иметь несколько пар под разные погодные нюансы В финале нашего обзора об очень важной составляющей зимней экипировки кроссовках Перед ними стоит много задач, но одна из самых главных – максимально возможное сцепление со сложными зимними поверхностями Наличие мембраны тоже приветствуется, потому как это сухие ноги, тепло и комфортно Но все-таки подметка первична А лучше, когда комфортный верх и безопасный низ представлены в едином целом Именно о таких кроссовках мы сегодня и поговорим Что лучше всего держат на обледенелых дорогах? Конечно же шипы Но с ними проблема – попадется кусок чистого асфальта и как по нему бежать? Оказывается, не такая уж это и проблема, если у вас есть айсбак Rover Bagrip У этих кроссовок шипы в подметке не простые, а динамические На твердых поверхностях они вдавливаются в подошву и бег по асфальту совершенно не напрягает Но разве только звук будет громче обычного? Это не сказки, а абсолютная реальность, опять же проверенная на собственном опыте Кроссовки позволяют испытывать чувство практически абсолютной безопасности И получать удовольствие от процесса бега, во время которого не надо отвлекаться на высматривание опасных мест Кстати, роверы с мембраной и технологией поддержки стопы А шипов, я забыл сказать, у них 19 Но это все-таки обувь для места, скажем так, условно чищенными дорогами А как быть, если асфальтоплиточная поверхность очищена от снега полностью? Есть и для чистого асфальта вариант – это Nike Air Zoom Pegasus 38 Shield Мембран у этих кроссовок нет, но верх прекрасно влагозащищен и адаптирован к эксплуатации в период зимы и межсезонья Но все-таки главное достоинство Shield'ов – это их подметка, напоминающая своим рисунком зимнюю автошину Она готова всеми силами удерживать вас даже на скользкой поверхности Естественно, при этом не надо забывать о разумных мерах предосторожности Изрядным коэффициентом уверенного взаимодействия с зимней дорогой наделены и сокони перегрины Ice Plus По всей длине их подметки разместились специальные антискользящие вставки И они действительно работают Конструкция кроссовок адаптирована к зимним условиям Она не пропускает внешнюю воду и очень неохотно расстается с внутренним теплом Ну и в завершение еще парочка кроссовок исключительно зимнего направления 14 вольфрамовых шипов размещены в подметке Asics GL Fungisetsu 3 Gore-Tex А у Salomon Spiker Cross 5 Gore-Tex их 12 штук Кроссовки отличаются дизайном верха, начинкой подошвы и величиной протектора Но роднит их, как я уже говорил, исключительно зимняя направленность И они настроены на бег по полному бездорожью Или потому, что я называю, условно чищенные поверхности Ну а главным принципом зимнего бега в плане безопасности Можно назвать наличие двух ограничений Резко не тормозим и резко не поворачиваем Это был топ-10 одежды, обуви и аксессуаров для зимнего бега Который мы подобрали для вас из ассортимента спортмарафона Смотрите наши обзоры и лекции на YouTube-канале Заходите на сайт и выбирайте именно те модели, которые вам нужны Ну и, конечно же, приходите в магазин У нас классные продавцы-консультанты Готовы оказать вам профессиональную помощь в подборе Будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok